Девочка-пай 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 Сегодня я отвечаю за несколько областей. С 1998 года занимаюсь общественной работой. На продвижении этого времени мы продвинули очень много государственных проектов, создали многочисленные форумы. С 2019 года после смерти покойного Ефима Кипниса, земля и мухуха, были выборы. В Тель-Авиве я был избран председателем. С этого времени мы сделали существенные перемены в Амуте, в организации, создали мощную организацию. У нас 40 отделений во всем Израиле. Это единственная организация сегодня, которая сотрудничает с рядом министерств. Напрямую, совместные проекты. Первый проект это по правам. Использование прав и пенсионеров, и переживших холокост. Я так понял, в этом плане есть у вас уже дата? Наташа, где это? Поназначали дату по правам. Есть дата и в ближайшее время русскоязычные представители, социальный работник вместе с транзитом и другими специалистами приедут к вам в город. Прямо, я не знаю, где вы решите. Расскажут очень много, 60-70% русскоязычных не знают о своих правах. Все время есть изменения в законодательстве, а это деньги. Теперь, помимо этого, по моей инициативе с прошлого года и в этом году принято решение вместе с министром социального районства, министерством юстиции, чтобы ветераны войны, обратите внимание, и здесь я уже попрошу, и блокадники могут подать документы и вместе ежегодного пособия получать ежемесячное пособие. О чем идет речь? Вы знаете, все те, кто приехали до 1953 года в Израиль и кто приехали после 1953, у них разные совершенно права. Те, кто приехали до 1953 года, они получают ежемесячное пособие, обратите внимание, ежемесячное пособие от 6000 сегодня до 13000 каждый месяц. Те, кто приехали после 1953 года, по закону 1957, по соглашению с Германией, и, понятное дело, все наши люди, русскоязычные, пережившие с бывших стран Советского Союза, приехали в 80-е и 90-е, не подпадают под эту статью, и они до последнего момента получали 3600, потом до 4000, сегодня 6500. Ну, мы в этом направлении работаем, чтобы продолжать поднимать эту сумму, но параллельно я хочу сказать, что две группы на стиле, если у вас есть знакомые, которые еще не подали, ветераны войны, я не говорю сейчас об узниках гетто, я не говорю об эмалинах войны, ветераны войны и блокадники могут сейчас подготовить документы, я объясню Артуру и Наташе, можете обратиться, собрать списки на ежемесячное пособие. На сегодняшний день, с прошлого года, уже порядка около 100 русскоязычных ветеранов и блокадников начали получать ежемесячное пособие. Это огромные деньги, понимаете, есть несколько, с того момента, как вы подаете документы, вам позвонят русскоязычные социальные работники, это решается с Министерством юстиции, здесь нет их, то есть у вас есть право пользоваться бесплатным адвокатом Министерства юстиции, и это отделение будет заниматься этими проблемами. Теперь, помимо этого, вы знаете, что мы сейчас сотрудничаем с Министерством социального равенства, очень тесно впервые подняли и решили проблему финансовой поддержки русскоязычных общественных организаций. До сегодняшнего дня, в 10 лет мы бились, никто этот вопрос не решал. Ни русскоязычные депутаты-министры в прошлом, ни другие, и вместе с Мирав Коэ, она министр социального равенства, удалось изменить критерии. Я надеюсь, это большой толчок, потому что не хлебом единым с человеком, есть еще другие социальные проекты, это борьба с одиночеством, посещение больных, мероприятия, знакомство со страной, экскурсии, такого рода мероприятия, и так далее, и так далее. Я уже сказал ребятам и говорю вам, значит, организация приняла решение поддержать ваш клуб. Это будет не одновременно, одноразово, а на постоянной основе. На постоянной основе. Теперь я здесь хочу, до меня доходят разные, со всех сторон, несмотря на то, что ребята об этом даже не знают, не говорили мне, об отношении ряда, это не только в Хайфе, но я скажу, в общем, русскоязычных заместителей мэров городов, депутатам муниципалитетов, наша организация, это общественная организация, не политическая организация. Мы не занимаемся политикой, мы не пропагандируем за тот, я как председатель самой большой, сегодня, организации, которая представляет переживший Холокост, не могу закрывать двери, я работаю и сотрудничаю со всеми партиями, со всеми депутатами, со всеми министрами. Скажу вам, даже если придет, будет под один закон, даже арабские депутаты будут поддерживаны. Это я говорю к тому, что мы не политическая организация. Но когда до меня доходят слухи, с разных мест, от заместителей мэров городов, депутатам муниципалитета, якобы какие-то угрозы и так далее, я это не приемлю. И в этом плане я говорю категорично. Никому не позволим мешать тому, что вы делаете. Это общественная работа, это помощь людям. Я со своей стороны, вместе с организацией будем только поощрять и помогать вам. В теплых домах мы обязательно встретимся с директором соц. обеспечения. Я уже говорил и с заммэром города, я уже говорил и с мэром. Меня не интересуют сейчас русскоязычные депутаты, нерусскоязычные. Я еще раз говорю, мы будем делать все для того, чтобы вам в Хайфе было хорошо. Сложный период. И я в том числе, у меня двойное гражданство, гражданин Российской Федерации. Но часть своей жизни я был на Украине. Я служил в особых войсках, недалеко от Одессы. И что происходит, это невообразимо. Мы категорически против всякой оккупации, независимо от кого бы это ни исходило. А то, что вообще происходит, это уму непостижимо. Целые города превращаются в руины, гибнут ни в чем не повинные люди. Я очень надеюсь, и это может быть будет самое хорошее наше желание всех, чтобы накануне вот этих, в конечном счете, здравый смысл победил, чтобы это кровопролитие остановилось. Потому что нечего делить двум славянским народам. Нечего. Как мы через два месяца будем праздновать День Победы. С 98-го года, я в Израиле, с 98-го года я отмечаю День Победы. Вы понимаете, как это? Даже иногда слов нету, что происходит. И будем надеяться, что будет мир. Давайте я пожелаю вам всех благ с этим замечательным праздником. Праздником смеха, радости, освобождения. Пожелать и украинскому народу освобождения и мира. И всем нам радоваться, благополучия вам, вашим детям, внукам. И мира и спокойствия в нашей маленькой стране. Будьте здоровы. Спасибо. Продолжение следует...